Всем привет! Вы на канале Есть Вопрос. И сегодня у нас для вас новая игра. Для этой игры нам понадобится вот такая вот емкость. Это что-то типа контейнера пластикового. И в этот контейнер я налила воды. Не знаю, хорошо это видно или нет, поэтому я это обозначила. А также нам понадобятся вот такие вот резиночки для плетения. Есть они во всяких магазинах, вот есть такие для волос, а есть в магазинах, в отделах для творчества, для плетения браслетов. Я взяла эти и другие, потому что не нашла, где можно взять прямо разноцветные резиночки, поэтому я подбирала по нескольким магазинам. Вот, есть прямо ассорти таких разноцветных, но их надо поискать. Почему решила взять разноцветные, сейчас расскажу. Вообще, эта игра представляет собой, ее можно называть рыбалка, да? То есть, нам еще понадобятся вот такие шпажки, либо палочки, если вы заказываете домой доставки, да? Там всегда остаются лишние палочки для роллов. Вот, они даже будут более удобные и скорее более безопасные, потому что на шпажках вот такой вот есть острый краешек. Он достаточно такой прям, ну, чувствительно острый, поэтому вы можете его прям либо обрезать, либо надломить, чтобы не пораниться, чтобы ребенок не поранился. И еще я в процессе создания этой игры придумала добавить сюда кубик по цветам, которые будут использоваться в игре. То есть, я добавила кубик с гранями желтого, зеленого и черного цвета. Мне кажется, что так игра будет более интересной, да, такую динамику это ей придаст. Что мы делаем? Мы добавляем вот эти вот резиночки в наш контейнер с водой. Ну, можно добавлять не все, так, чтобы их было прилично. Тут у нас еще есть лишние для плетения приспособления, они нам не нужны. И потом, когда вы выловите все резиночки, вы можете еще и поплести браслеты тоже. Такой бонус, бонус к игре. Так, вот добавим столько зеленых. Я прям чувствую себя поваром. Сейчас добавим желтых в наши зелья. Так их распределяем равномерно по всей поверхности воды, чтобы они не кучковались все в одном месте, чтобы добавить игре динамики, да, чтобы их нам было ловить в разных местах. Ну, и вот у меня такие есть еще скучные черные, но они нам тоже понадобятся, чтобы был побольше. Так, ну, в целом, вот пространство для игры мы подготовили. Это нам уже не понадобится. И сейчас основное, да, что же нам надо делать? Мы берем шпажку, то есть играем мы вдвоем, например, с ребенком. Можем, конечно, оставить его одного и дать ему задачу, там, ловить по цветам или как-то так, но мне кажется, что все-таки это игра для двоих. Чтобы было более весело и интересно. Итак, мы, раз мы добавили кубик, мы кидаем кубик, первый игрок кидает, ему выпадает черный цвет. Он как можно больше черных резиночек пытается поймать за один раз. Сколько вот у него получится и не свалится, да, за один раз. Он вылавливает и кладет, допустим, в какую-то свою емкость. Я думаю, что лучше еще сюда добавить, да, какие-то емкости, чтобы складывать резиночки. Следующий берет кубик и кидает, у него выпадает зеленый. Он вылавливает, например, так же вот сколько он сможет поймать, пока оно не свалится у него. Вот у меня свалилось уже. Ну, я его подцепила. Вот я поймала четыре. И таким образом происходит игра. Можно просто убрать кубик, не заморачиваться и играть на скорость. Допустим, не по цветам в целом, просто цвета это для того, чтобы было повеселей. То есть мы просто, кто больше резиночек поймает за какое-то определенное время. То есть мы засекаем время, например, минуту, да, даем вот две вот эти палочки. Один берет одну, другой берет другую. И мы просто на время вот так вот барахтаемся в этом контейнере. Пытаемся выловить большее количество резинок, чем соперник. Может быть и такой вариант игры у нас с вами. То есть здесь вы смотрите в зависимости от характера, темперамента вашего ребенка, что ему будет интереснее, что больше нравится вашему ребенку. Либо от настроения в целом, да, вы можете поиграть. И в такой вариант, и в тот, который я предложила позже. Здесь, опять же, полет вашей фантазии, ваше желание. А, возможно, вы придумаете еще какой-то вариант, который вы, конечно же, поделитесь с нами в комментариях. И мы скажем большое спасибо за такую классную игру и вариацию этой игры. И, как всегда, обязательно мы расскажем про то, что же все-таки в этой игре полезного, да. Помимо того, что это веселое, увлекательное занятие для детей, особенно летом, игра с водой, это вообще, мне кажется, прям обязательно, что нужно делать с детьми летом, играть с водой, особенно когда жарко. Она развивает у нас с вами координацию, то есть когда мы совершаем вот эти движения, да, когда мы пытаемся как можно больше поймать резиночек на палочку, это координация рука, и мы вот этой рукой пытаемся совершать такие тонкие движения, да. Это, опять же, моторика, это наблюдательность. Когда мы с вами добавляем в игру цвет, ребенок должен из большого количества, если вы еще добавляете, например, много цветов, а не как у нас три, из большого количества выловить именно тот цвет, который по правилам игры ему выпал, да. То есть в целом эта игра не только увлекательная, она еще очень полезная. Ну что, желаю всем удачной рыбалки, хорошо, весело, увлекательно провести время со своими детьми, успеть поймать лето. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте про то, что у нас есть еще телеграм-канал, там тоже много всего интересного. Мы будем очень ждать ваших вариантов игры в комментариях, либо любых комментариев, которые вы захотите нам оставить, нам всегда это очень приятно. А на этом у меня все, пока-пока!